Новая, вторая неделя празднования Хэллоуина в КДТ. Всем здорова и в сегодняшнем видео у нас будет обзор на новое хэллоуинское обновление, в котором добавили много чего нового, а именно, во-первых, вот такой вот новый офигительно огромный автосалон, также новый ивент вот на такой обол гумпер в виде, как бы, тыковки, ну не в виде тыковки, а под Хэллоуин, так скажем. Нам нужно выполнить вот таких вот три задания, попозже мы с вами это сделаем, и я вам покажу эту машину. Также, получается, вернули в игру ивент Monster Jam и добавили новый бесплатный трак, который можно получить будет через 13 дней. Также, получается, вернули две старые гонки, а именно просто гонку и фристайл. Также добавили новую, как бы, гоночку, а именно Monster Jam Mini Jumps. Будет это все длиться 13,5 дней, и помимо этого у нас был новый ивент, такой маленький, проехать 10 всего лишь гонок Jam Mini, и полностью построить новый автосалон. Я это все сделал, хотел снять даже для вас видео, ну как хотел, я его снял полностью, уже начал его монтировать, и понял то, что звук я не записал с микрофона. И поэтому я решил, ну ладно, поскольку ивент все-таки легкий, и вы сами легко разберетесь, как его пройти. Но, получается, помимо новой UGC вещи, а именно Monster Truck на спину, вы получаете 500 тысяч долларов. В принципе, нормально. Кстати, в UGC-шек всего уже было 5000 копий, и их очень быстро разобрали. То есть, я, наверное, бы даже не успел выложить ролик. Также, получается, добавили новый Limited Store на всего лишь 4 машины, ну как на 4 машины, на 3 машины и 1 мотик. Получается, продаваться они будут в течение 20 дней, это прям за хрена. Для Limited Store они всегда, в основном, там, по неделе даже меньше, по 5 дней. То есть, добавили также новые в РАПС, на, получается, Кёниг Секлан, сделали на него еще ремодельку, и на вот этот вот Порш, и на, ну, на БМВ, да, еще. А, получается, Порш Гибрид у нас уже выходил, и на него в РАПС есть. Ну, как бы, все эти в РАПС я вам сегодня покажу. Ну, и все, как бы, по классике, новый промокод. А, ну, еще, вот, именно касаемо мелочей, вот такой вот новый инвентарь, где у вас будет появляться, типа, валюта, то есть, например, сейчас тыковки есть, потом будет в других инвентах еще что-то. То есть, что у вас еще есть, например, Gloss Token, то есть, если я его использую, то его тут уже больше не будет. Получается, у нас тут еще должно быть что-то, и еще, наверное, будут какие-то кнопочки добавляться, потому что много пустого места. Ну, что же, сегодня мы с вами это все посмотрим, но пока что я не буду звук тянуть, и мы уже будем переходить к ролику. Желаем вам приятного просмотра. Получается, поскольку у меня уже построен автосалон, давайте на него взглянем. Так его не увидеть, давайте все-таки я подлечу с фрикамерой и его разглядим вот так вот, как бы, в полете. Получается, вот так он выглядит с лицевой части. В принципе, достаточно прикольно. Тут у нас подсветочка вот такая вот. Получается, сбоку он выглядит вот так вот. И, как я поняла, что этот автосалон в честь нового монстр-трака, который у нас получается в гонке мини-джамс. Я вам его попозже покажу, когда будем смотреть гонку. В принципе, он выглядит прикольно. Кстати, его подстройка стоила не так уж и дорого. Вот. А, кстати, когда отлетаешь, пропадает подсветка. В принципе, внутри все, как всегда. Обычные стенды, декорации, второй этаж. Ну, кухня, второй этаж. На втором этаже тоже получаются стенды. И вот такой вот небольшой офис. Самое интересное, что посмотрите, какой размер тут двери. Посмотрите на меня. Просто только стою и посмотрите на размеры дверей. Получается, отойдем от автосалона и уже перейдем то, как бы, к чему он относится. Это новый ивент. UGC вещь обычная. Не вижу смысла даже вам ее показывать. Ну, если хотите, вот. Окей, вот вам фоточка. Все-таки касаемо новой, получается, гоночки Monster Jam Mini Jams. Не буду вам показывать Race и Freestyle. Вы ее видели еще в прошлые года, в прошлое обновление с Monster Jam. Посмотрим именно на Mini Jams. Получается, у нас есть вот такие вот два маленьких Monster Tracks, которые ужасно управляются. Скажу вам, это как бы на своем опыте, когда я проходил ивент, это просто был сущий ад. Давайте все-таки начнем одну гоночку, проедем ее, посмотрим. По декорациям тут осталось все точно такое же. Кстати, в прошлый раз, когда добавляем Monster Jam, Iron и вроде бы кто-то еще снимали ролик, то, что летели на фрикамере до, получается, этой арены Monster Jam. Сейчас прям вот от арены видно, то есть вы просто приближаете, и отчетливо видно город. Как бы вот такие вот дела, просто хотел подместить. Ну что ж, я уже заспавнился, мне, получается, дали вот такой вот желтый. Как я знаю, то, что, типа, как бы вам дают желтый. Кто, ну я не знаю, на самом деле, как у них это подразделяется, просто мне всегда давали желтый. Когда два человека ездят, то дают, типа, одному желт, другому красный. Но там может прям 15 человек, поэтому, наверное, типа, 50 на 50 дают. Не знаю, на самом деле. Ладно, проезжаем. Вот вы видели, то, что меня опять же занесло. И, кстати, посмотрите, как колесо ходоном ходит. И не только одно, то есть они там все. Как-то непонятно как. Ладно, отвлекся немножко. Тут трамплин. Сокажу на втором круге, как проезжать более-менее нормально эту гонку, потому что собирать каждый раз вот эти вот штуки, от которых, смотрите, ну сейчас нормально, не занесло. А если вы поворачиваете, случайно буквально повернули во время этой фигни, вот этой вот штуки, то вас сразу начинают заносить. Ладно. И, кстати, его ведет вправо. А, или нет, сейчас пофиксили уже. Ладно, получается, мы с вами едем. Или не пофиксили. Не знаю, короче. Едете, 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 едете. Тут проезжайте аккуратно. Блин, аккуратно называется. Ну вот, смотрите, получается, вы тут выезжаете. Блин, ну куда? Вот его потому что вправо ведет, и я случайно сейчас заехал. Тут вы тоже объезжаете, потому что на трамплине нет чекпоинта. И спокойненько заезжаете, потому что... Ну ладно, второй раз уже проезжать не будем. Ну хотя ладно, давайте, пофиг, зачем мы с вами будем проезжать до конца. Я просто вам сейчас покажу, разгонюсь немножечко. И вы просто увидите, как это все происходит. То есть, чтобы вы понимали, даже если максимально разогнаться вот отсюда, потому что, ну, по этой штуке вы сильно, конечно, не разгонитесь. Едете, едете, едете. То есть, даже если вы будете ехать больше там, я не знаю, больше там 150, вы все равно не перепрыгнете и врежетесь в него. И вас это сильно заметит. Поэтому просто объезжаете и спокойно тут потом заезжаете. Все, гонка закончилась. Получается, что еще дальше касаемо монстр джема? То есть, если у вас нету всех этих монстр траков, вы их не получали раньше, то вы просто, как бы, каждый день заходите и их забираете за бесплатно. Ну и уже, получается, за 13-й финальный день вы получаете вот такой вот новый бесплатный монстр трак. Получается, перейдем к новому лимитов-стору. Про него что могу сказать? Не знаю, вообще, я не понимаю, смысл делать на такое долгое время. Ну, типа, потому что две дорогие машины, не знаю, Фокс это никогда не волновало. Они добавляют там Бали и 300+, и все на 5 дней. А сейчас, типа, ну, на такое долгое время, типа, на 20 дней, 4 машины. Ну, странно, на самом деле. Ладно, давайте мы с вами посмотрим, во-первых, сейчас на мотик BMW. Посмотрим на его варапс новый. Получается, вот так выглядит варапс на этот мотик. Он достаточно, как бы, нормальный, обычный, прикольный, под цвета BMW. И плюс еще какие-то тут буковки нарисованы. Получается, перейдем к следующему уже автомобилю, а не мотику, а именно Поршу. Сейчас он стоит, получается, 2 миллиона 100 тысяч. А, кстати, мне интересно, сколько сейчас стоит мотик. Получается, что он раньше, вроде бы, 3 500 или 3, или 2 500. Ну, короче, я не знаю. Ну, до 3,5 это точно. Сейчас он стоит 5 миллионов 250 тысяч. В принципе, уже дороговато достаточно. Касаем, получается, Порша еще. Тут мой старый цвет, будет сейчас, наверное, некрасиво. Так, вставим. О, ну, кстати, прикольно достаточно. Он не сильно такой, прям, яркий, нормальный. То есть, как я понимаю, то, что он не со своим, прям, цветом. А вы можете поставить любой свой цвет, и будут, вот, чисто такие полосы, наверное. Сейчас даже с вами протестируем. Давайте, к примеру, поставлю серый. Да, вот, то есть он меняется, и выглядит вот так вот достаточно прикольно. Получается, следующая машина, это у нас Кёниг Секван. Стоит он сейчас 29 миллионов 250 тысяч. Еще эта машина никогда не была в лимит от сторых. Это, блин, дофига достаточно. Но давайте уже посмотрим на ВРАПС, и заодно посмотрим на новую ремодельку. А, это все, он, то есть, типа, просто черным делает. Давайте, вот, для чистоты эксперимента, чтобы прям полностью увидеть машину, я поставлю черную. Ой, белую, вернее. Черную, да. Поставлю полностью все белое. Просто хотя бы, чтобы полностью увидеть. А, ну, это не важно. В принципе, в принципе, вроде бы даже нормально, я, наверное, даже так и оставлю. Касаемо ремодельки, сзади все было бы нормально. Но эти фары, конечно, прям все руинят. Сбоку нормально, спереди тоже нормально, но фары, опять же, все портят. А, ну и, получается, еще салон. Ну, такое тоже, на самом деле. Ну, что ж, я уже поставил Porsche, получается, гибрид. В игре он называется Хубрева. И, на самом деле, ВРАПС у него выглядит офигенно. Я уже поставил под него именно цвет, то есть, он у меня был хэллоуинский в автосалоне. Сейчас я его, получается, сделала немножко другим. И вот он прям офигительно выглядит. Я поставила такие цвета, которые чисто сочетаются с ВРАПСом. Но у меня есть отдельный чисто вопрос, касаемо того, что уже был ВРАПС на гибрид до этого. Он уже выходил в Limited Story. Сейчас он стоит 33 ляма, стоил 22. Вот, вроде бы. И он был другой, то есть, там была чисто цифра с флагом. А сейчас они прям сделали вот такой вот прям гоночный. Получается новый ивент. Мы сюда с вами заходим и видим то, что нам нужно выполнить три вот таких вот квеста. Сейчас я вам расскажу, что в них нужно сделать. И вы получаете вот такую вот новую Аполлу Гумпер Тыковку. Первое задание это проехать 40 кругов в новой хэллоуинской гонке. Вы получите за него 10 тысяч долларов. Получается следующее задание уже второе. Это у нас 50 раз, как бы, зайти в дом и получить конфеты. Нам дадут уже 30 тысяч. И последнее, третье задание это собрать 100 тыковок, именно чисто вот по которым разбросаны по карте. Нам дадут уже 50 тысяч и мы с вами получим Аполлу. Всего на прохождение этого ивента у вас есть 5,5 дней. Я думаю, что этого достаточно и уже мы с вами будем приступать. Ну что ж, ладно, решила все-таки до конца не проходить ивент. И мне помог пивор показать эту машину. Большое ему как бы спасибо. Вот, но он со мной не войс. Так что, как бы, поздороваться не сможет. Давайте уже посмотрим на машину. Вот так вот она выглядит спереди. В принципе, прикольно, как тыковка, светится, все классно. Сбоку тоже прикольно, но, как обычный Аполлогумпер, который уже у нас есть в игре. Сзади она немножко отличается. У нас, получается, вот тут есть диффузор вот такой вот. А также вот тут вот что-то изменено. Ну, вроде бы спойлер, типа, другой. Также сам по себе спойлер большой прикольный, другой. Ну и по салону вроде бы все то же самое. Да, наверное. Ксм, получается, ее характеристика в стоке. Она едет 362 км в час, а с фу прокачка 394. Получается управляемость 8,5, привод задний и награда 72. А цена за мелю 3015 долларов. В принципе, нормально. Цена, кстати, я даже не знаю, что за цена. Давайте спросим купивара. 9 миллионов, нихрена себе. 9 лямфа она стоит. Немало, немало. В принципе, тачка нормальная. Давайте мы с вами немножечко даже на ней прокатимся и замерим разгон на 0,100. Первый такой вот мой опыт. Я никогда раньше не забирал. То есть, просто отбрал тачки, там проезжал гонки, но, типа, 0,100 никогда не забирал. Так вот, раз, два, три. Раз, два. Ну, короче, два с маленьким хвостиком и сотку уже. Понимаешь, что, как бы, это, когда ты, все, ясно, типа, с фу прокачкой, она так в жизни, конечно, не поедет. Ну, как бы, сам всем очень нормальный. Выглядит прикольно. Как награда, типа, в хэллоуинском ивенте пойдет. Ну, что ж, на этом, в принципе, все. И остался нам только новый промокод. Называется он у нас, получается, хэллоуин парт 2. То есть, вторая часть хэллоуина. Давайте мы с вами напишем, и я вам покажу, как он выглядит и сколько нам за него дадут. Вот, вроде бы так. Нажимаем и получаем все, как всегда, 80 тысяч игровой валюты. Ну, что ж, давайте мы с вами уже будем заканчивать. Ну, а вы пока же напишите в комментариях вообще, как вам обновление, как вам ролик. Ну, и пока-пока.